Добрый день! Я думаю, что весной очень многие что-то начинают делать в своей жизни. Кто-то начинает, я не знаю, здоровый образ жизни вести, кто-то, наоборот, бросает свои какие-то вредные привычки, от которых не мог избавиться. Кто-то начинает искать работу, кто-то еще что-то делает. Ну, в общем, жизнь кипит, и наша вот эта вот такая взаимосвязь друг с другом, она всегда очень интересна и познавательна, эдакий интерактив. Вот, собственно, сегодня мы тоже будем говорить о таких удивительных интерактивных проектах, в которых вы тоже можете принять участие, я думаю, с большим удовольствием. Телефон прямого эфира 202-11-22. Если вы хотите нам позвонить, воспользуйтесь такой возможностью задать вопросы нашим гостям, ну и ответить на мои вопросы. В ближайшее время будем разыгрывать билеты в кино, в киномечту, в паркаус. Весной хорошо сходить в кино с кем-нибудь вдвоем, почему нет? Ну и, конечно же, для самых юных наших зрителей и для их родителей мы будем рады представить вам пригласительные на спектакль «Пчелка. Майя» 8 марта. Так что, думаю, будет за что побороться. Что ж, начнем, пожалуй, тоже с интерактивных проектов, которые представляют сегодня в нашей первой части ребята из музея имени Алабина. Кто они, что расскажут, давайте выяснять. Итак, с нами здесь заведующий отделом маркетинга музея имени Алабина Эльвира Литанова. Эль, здравствуйте. Здравствуйте. И организатор выставки «Иллюзии. Мир наизнанку» Никита Истомин. Никита, добрый день. Здравствуйте. Ну, музей Алабина всегда радует нас какими-то удивительными мероприятиями, какими-то проектами, даже реконструкциями, чем-то еще. Вот хочется, наверное, узнать, что за выставка такая «Мир наизнанку» и кто ее привез, кто ее организовал и что там люди могут увидеть. Выставка «Иллюзии. Мир наизнанку» была впервые представлена в Москве, в Московском планетарии, в 2013 году. Компания, представляющая эту выставку, «Онега и Венс» из города Санкт-Петербург, мы привезли в Самару, в Краевический музей, данный проект, чтобы предоставить людям возможность убедиться в удивительном мире, в мире иллюзий, который окружает нас. Именно оптически? У нас можно посмотреть не только оптически, также можно познакомиться с тактильными и визуальными иллюзиями. Вот я зачитаю, пожалуй, что из каких-то промо-продуктов предлагает эта выставка. Проект, выставка оптических, тактильных и звуковых иллюзий, где все экспонаты демонстрируют какой-либо удивительный феномен человеческого восприятия. Несколько десятков невероятных уникальных объектов, над которыми вместе трудились художники и ученые, в том числе научные сотрудники МГУ. Это правда? Что там будет? Что-то можно потрогать? Куда-то можно там забудиться? Да, например, у нас есть вот замечательный тактильный домик. Всем известно, что 90% информации люди получают с помощью зрения. То есть потрогать и глазами сначала. А вот в нашем домике свет полностью отсутствует, и внутренности домика сделаны из разных материалов, и вот можно на ощупь попробовать ощутить, как вот ваш человеческий мозг, он себе представляет эти материалы без зрения. Там страшно? Ну, там есть суслик. Если вам будет страшно, вы можете его позвать, он придет вам на помощь. Живой суслик? Нет, суслик, к сожалению, не живой, но приходит. Удивительно. У нас, кстати, фотографии есть тоже, которые ребята принесли к эфиру. Как раз-таки они показывают, что такое мир наизнанку, и как его, собственно, воспринимают разные люди. Давайте посмотрим. Рассказывайте. Что это? Это 3D-по. То есть это не настоящее? Это не настоящее. Это, скажем так, покрытие, на котором можно посмотреть, представить картину, что вы находитесь внутри ней. И кучу фоток сделать, я так понимаю, да? Да. У нас на выставке очень интересно, что можно делать фотографии. Это аттракционы, скажем так, для тех, кто любит человека-паука. Женщина-паука. Да. Себя представить в виде паука. Мне кажется, многие, может быть, какие-то свои фобии там могут преодолеть. Ой, а вот это очень замечательный экспонат «Поющие кастрюли». Я думаю, что никто еще в своей жизни не примирял себе кастрюлю на голову. Ну, я не знаю, может быть, какие-то мужчины, приходящие домой поздно, примеряем. Бывает такое. Они демонстрируют звучание кастрюль. Изнутри? Изнутри, да. А там что-то было съедобное внутри? Нет, нет, съедобное не было. Вот опять, пожалуйста, прям целый мир арахнофобии какие-то, мне кажется, у кого-то есть. Приходите, потрогайте. Это что такое? Театр теней? Это проекция, да, театр теней. Мальчик козу показывает или кого он там показывает? Он пытается сделать наш логотип «Собачку». А, это «Собачка», ну ладно. Ну, в смысле «Коза рокерская» это что такое? Это в пасти у Горыныча. Подумаешь. Это тоже с помощью 3D-моделирования можно очутиться в пасти у Горыныча. Ну, вам что-то уже завезли-привезли? Мы вот в данный момент идет сборка всего. Ну и как? Удачно успеваем к шестому числу, к открытию. Это конфета «Мишка на севере», да, можно очутиться в картине внутри и сфотографироваться. Здорово. То есть фотографировать можно будет? Фотографировать абсолютно нужно все. Ага. Из разных ракурсов, я так понимаю. Да. Это вот экспонат, называется «Ванна», в которую можно залезть, принять душ, скажем так, и почувствовать себя на отдыхе. Ну, там что-то… Там будет проекция моря, будет шум моря, такая небольшая инсталляция. Воды настоящей нет, а ощущения есть. Полноценного отдыха. Так. Опять же пол. И вот там на втором плане замечательный оранжевый наш тактильный домик. Где суслик. Где суслик, да. Можно попробовать его поискать. Есть ли ограничения по возрасту? Нет. Мы позиционируемся как ноль плюс, всем будет интересно. Ничего, каких-то страшилок нет. То есть, в принципе, можно приходить всей семьей? Конечно. Это семейная выставка. Выставка для всех, кто хочет провести время, познакомиться с иллюзиями, скажем так, сделать интересные фотографии. Как долго она будет у нас в городе? Выставка продлит свою работу до 13 мая. То есть, в принципе, друзья, если так неспешно, то можно собраться и сходить. Эля, ты уже видела что-то из экспонатов? Только в разобранном виде, только по запчастям, поэтому сама с нетерпением жду монтажа. Тактильный домик? Не только тактильный домик, я думаю, кастрюли. Но это безопасно вообще? То есть, это все не упадет на тебя? Нет, потому что мы выставлялись уже в разных городах, все очень хорошо зафиксировано, и травм у нас не было. А что за вот это вот удивительное? Это стулбойха-то. А расскажите, пожалуйста, что это? Это ножки стула стоят на удалении от самого стула, и с помощью оптической как бы иллюзии получается, что человек, который сидит на самом стуле, и человек, который стоит у ножек, например, они примерно одинаково стоят. Это именно на фото получается? Именно на фото, потому что надо с собой обязательно брать фотоаппарат. Ну вот, Никита, вы раскрыли все секреты. Ну почему? Это же очень интересно, каждому посмотрите. А это что такое? Это вот у нас был в Москве такой вот вход на выставку, так оформлен. У нас также будут транслироваться ролики, на котором, например, можно посмотреть иллюзию обеда. Это для тех, кто, собственно, перекусить желает. Что за голова профессора Доуля в окружении тропических фруктов? Голова на блюде называется. Это знаменитый аттракцион еще с Франции. Вот это у нас чужая тень, теневая скульптура, так скажем, сейчас очень популярный в Европе теневой дизайн. Из каких-то остатков мусора изготавливают вот такую теневую скульптуру. То есть самим тоже можно что-то сделать? Можно попробовать, да. Пожалуйста, вот вам. И попробовать тоже можно, я так понимаю. Были такие, которые пытались откусить эти фрукты. Ага, ясно. Ни один, я так понимаю, банан не пострадал. Продолжаются вот как раз мишки на севере. Хотела спросить, будет какой-то экскурсовод или просто люди заходят и сами там блуждают? Экскурсовод, скажем так, будет у нас присутствовать на выставке, но так как выставка интерактивная, можно самому все трогать, я думаю, что все посетители смогут и сами разобраться. Главное делать фотографии. Делать фотографии. А будет ли у вас какая-то потом, не знаю, страничка, куда можно свои фотографии прислать? Да, у нас страничка есть в ВКонтакте, Мирный Знанку 2015, там у нас информация о нашей выставке и можно там разместиться. Ну, друзья мои, вот вам такой интерактивный проект «Оптические иллюзии», мне кажется, в наше время, да и всегда это было популярно и востребовано. Люди всегда хотели чего-то интересного потрогать, услышать и испытать на себе. Если будут какие-то вопросы у вас к нашим гостям, звоните 202-11-22. Ну, я давайте, может быть, с вами как-то немножечко поиграю, предлагаю размяться и выиграть два билета в кино. Для вас сейчас один кадр из одного очень старенького, но безумно популярного фильма. Кто первый угадает, тот первый, собственно, и позвонит, тот и получит эти билеты в кино. 202-11-22. Звоните, не стесняйтесь. Но я знаю, что в вас в музее проходят не только такие вот привозные какие-то, но и вы и сами что-то делаете. Иль, я вот сейчас как бы к тебе обращаюсь, знаю, что ты хочешь нам рассказать еще про один виртуальный проект. Да, мы хотим сейчас от темы развлечений, такого досуга, перейти в очень серьезную тему. Как мы все знаем, этот год, 2015, он юбилейный для всей нашей страны, для мира в целом. В этот год празднуется 70-летие победы в Великой Отечественной войне. И музей этот вопрос не оставляет в стороне. Мы всячески готовим различные мероприятия к этой дате. И один из наших проектов, он виртуальный. Он называется «Чтобы помнили», потому что никто не должен быть забыт, и ничто не должно быть забыто. В чем суть нашего проекта? Каждый из жителей нашей области наверняка имеет в личном своем семейном архиве какие-то фотографии, документы. Возможно, письма своих родственников, которые были участниками тех событий, возможно, вернулись. Кто-то не вернулся. Но память осталась какая-то. Мы хотели бы посредством нашего музея эту память собрать и составить электронный архив самарцев, участвовавших в Великой Отечественной войне. Неважно, погибли ли они при тех страшных событиях, либо здравствуют до сих пор. Неважно, совершались ли какие-то великие подвиги, о которых знает вся страна, либо это был ежедневный подвиг, небольшой, но очень значимый. Мы призываем всех самарцев и жителей всей нашей области не стесняться готовить электронные копии документов, которые есть у них в семейном архиве, фотографии, письма, какие-то документы, книжки. И в электронном виде, в отсканированном, присылайтесь на почту нашего музея prsobakalabin.ru и мы уже силами сотрудников создадим архив всей этой информации. Познакомиться с ним можно будет на сайте нашего музея. Этот проект будет доступен в мае 2015 года на сайте. Принимаем информацию мы до конца этого года. Поподробнее сейчас мы остановимся на этом. Друзья, сейчас видите информацию на экране о том, куда можно обратиться. Позвонить или написать, получить какую-то, может быть, консультацию. Или уже у вас, может быть, что-то вы готовили для школы, многие дети готовят. Какие-то проекты именно к юбилею Победы. Отправляйте, отправляйте. Почему эта история, они должны знать все. А нам тем временем позвонили. Давайте будем узнавать, как зовут нашего зрителя. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Галина Михайловна. Галина Михайловна, очень приятно. Галина Михайловна, как давно вы были в музее? Где-нибудь что-нибудь трогали, смотрели? Да, в общем-то, в музее вы давно не были. Надо, надо, конечно, посетить. И, поверьте, музей Алабин один из наших самых лучших. Ну что, давайте поиграем, и билеты в кино вам достанутся, если вы мне сейчас вообще без ошибки назовете. Что же за фильм тут у нас? Как раз как длинница. Все очень просто. Вот она, скорость и быстрота реакции вам помогла. Правильно, отправляйтесь. С кем пойдете в кино? Наверное, с внуком. С внуком. Ну да, сейчас тоже для детей, помимо каких-то взрослых фильмов, идут удивительные детские мультики. Отправляйтесь, хорошо вам время провести. Ну так вот, друзья, если есть еще у вас какие-то вопросы, вы можете нам позвонить, задать 202-11-22. Какая должна быть информация? Что-то конкретное просите? Имя, фамилию, какие-то года, какие-то факты? Что должно быть? Есть ли какой-то образец, где-то можно посмотреть, как оформить письмо? Какого-то образца нет. Почему? Потому что в каждой семье информация сохранившаяся разная. У кого-то это только одна фотография и воспоминания о том, как звали, там, дедушку, бабушку, прабабушку. Где-то это целый архив с орденами, медалями, с книжками, картами, возможно. Это все зависит от той информации, которая есть в семье. А прислать можно любую информацию, которую можно перевести вот в электронный вид. Можно отфотографировать что-то, да? Можно или... Можно, если какие-то документальные подтверждения, да, можно. Если есть возможности, семья знает какую-то историю более подробную, это было бы вообще замечательно, можно нам об этом написать, чтобы информация о данном человеке была более полной, более интересной. Это будет какой-то отдельный сайт или что-то? Это будет... Этот проект будет доступен на сайте нашего музея. Электронный архив остается у нас в музее, с ним будет работать архивная служба. И в дальнейшем, если будет какая-то потребность либо музея для выставки, возможно, либо у кого-то возникнет желание найти информацию, например, каких-то, может быть, родственников будут искать что-то подобное, возможно, будет этим пользоваться. Вопрос. Ну, не у всех есть фотоаппарат, допустим, да, цифровой. У каких-то, может быть, пожилых людей нет возможности отсканировать. Можно ли принести вам, вы что-то с этим сделаете, а потом отдадите человеку обратно? Если у человека нет возможности такой технической самому сделать электронную копию, можно будет обратиться в отдел маркетинга нашего музея с понедельника по пятницу, с 10 до 6, мы рады всех видеть, поможем сделать копию. Если объем материала не очень большой, мы прямо сразу же при человеке снимем копию, все сохраним, и мы тут же вернем. Если объем материалов большой, их много, то мы составляем специальный акт, документальный подтверждатель. Опись какую-то, да? Да, акт временного хранения, потому что это личная вещь человека. Вот как только мы заканчиваем работу полностью с этим архивом, мы по акту также передаем его обратно. У нас есть звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Лариса Васильевна. Здравствуйте, Лариса Васильевна. У вас есть какой-то вопрос к нашим сегодняшним гостям? Да. У меня очень большой объем документов по моим родственникам. У меня 23 человека было на фронте. Так. И четверо из них погибли. Папа участник парада победы. 24 июня 45-го года. И мама воевала, и дядя, тетя воевала. То есть у нас 23 человека воевали на разных фронтах, в разных дивизиях. И у вас сохранилось, да, что-то, какая-то, наверное, большая, достаточно память именно в каких-то фотографиях, письмах? Да. У нас, у меня много, я занимался этой перисковой работой, и у меня очень много этих документов. У меня несколько коробок, уже собралось документов, переписок с архивами, с музеями, с Министерством обороны. Вот. И мне бы, конечно, хотелось это все сохранить и куда-то передать. Скажите, пожалуйста, оставили ли вы телефон нашему администратору? Если да, то мы передадим ваши контакты Эльвире. Если нет, перезвоните, пожалуйста, и оставьте нашей Юле администратору свои координаты, свой телефон. Спасибо большое. Спасибо. Ну, вот, видите. Очень приятно, что сразу же такой отклик. Очень приятно, что люди неравнодушны к истории своей семьи, своих родственников, и так тщательно и трепетно ее собирают и хранят. Это очень приятно. Мы с радостью свяжемся и сохраним себе, если электронные копии, если возможно, то, может быть, и, на самом деле, сами материалы. Конечно. Свяжемся с людьми. Ну, вот, друзья, вам информация к размышлению. Если еще не успели записать какие-то координаты, у вас есть несколько минут. Минут для этого. Напомню, что у нас 6 марта в музее имени Алабина стартует выставка «Оптических иллюзий. Мир наизнанку». Ну, а с 10 марта уже начинается прием ваших каких-то удивительных, сохраненных в вашей семье, может быть, священных вещей. Ну, почему так можно? Святых каких-то. Действительно, это память, воспоминания. Если хотите, чтобы они оказались в цифровом архиве музея, обязательно приносите, присылайте. Я думаю, что как бы соберется немало удивительного, немало какого-то информативного и полезного для нас, для наших детей, внуков и так далее. Спасибо вам большое, ребята. Была рада увидеться. Ну, а вам, друзья, сообщаю, что впереди у нас тоже очень интересный проект, который называется так вот очень задорно «Пять целей за 90 дней». И к чему пришли участники этого проекта, они нам расскажут сами и, может быть, даже что-то покажут. Не переключайтесь. Совсем скоро увидимся с ними в эфире. Весна. Все оживает, все живет. Красивое становится, хорошее. Люди добрые становятся в это время. Вот этим весна хороша. Люди всегда чего-то ждут нового, необычного, какие-то мечты, чтобы исполнились. Эх, время любви. Чего хорошо. Тепло, лето, наконец-то, скоро будет. Можно погулять здесь, в Палининградске, как в Питере. В пробуждении жизни хочется все делать, начинается что-то новое. И тем, когда именно полностью уходит снег и начинает распускаться листва, начинает появляться трава, наверное, именно этот момент. Само начало весны меня не привлекает совсем, когда слякать на улицах пасмурно. Все будет расцветать, распускаться. Ну и жить будет лучше. Тем, что не холодно становится. На тепло. Лето ждем, солнышко. Настроение лучше. Весна, ну, наверное, тем, что наконец-то тает снег. И наконец-то можно одеть красивое какое-нибудь пальто и красивое платье. И то, что лето скоро. Сессия всеми любимая. Это тоже очень прекрасно. Начинается жизнь новая. Новая жизнь. Новая, да. Это весна, это красиво. Это, ну, то есть все пробуждается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Родноклассники телеканала Самороги с февраля набрали более 500 эксклюзивных подписчиков. Теперь нас активно читают более 11 тысяч пользователей. Смотрите телеканал Самороги с кабельных сетях в интернете, а также через специальные бесплатные приложения для ваших андроидов и яблочной техники. Пока-пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, продолжаются наши интерактивные проекты. И об одном из них, в рамках которого мы собрались здесь сегодня, и даже некие праздники, экваторы, юбилейные дни будем отмечать. Пять целей за 90 дней. И прекрасный барышник нам сегодня пришли, и представляют они клуб профессии женщины. И давайте будем их представлять. Рядом со мной Мария Пашинина, организатор и участник проекта «Пять целей за 90 дней». Маша, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас буду называть, а девушки будут вам махать, ведь смотрит вся страна, практически область губерния. Людмила Туманова, организатор и участник проекта «Пять целей за 90 дней». Здравствуйте. Екатерина Зрелова, участница проекта. Здравствуйте. И куратор, и также участница проекта Наталья Фомичева. Здравствуйте. Ну, что же за клуб такой этот, профессия женщины? Ведь, на самом деле, профессия женщины, ну вот, вот, все мы женщины, у всех у нас есть какая-то своя личная, какая-то профессия женская. Начну. Клуб был создан в ноябре, когда мы поняли, что если мы все молодые мамы, и не только мамы, объединимся, то... Мы с силой. Да, что мы с силой, мы красота, у нас все будет хорошо. Мы быстрее сможем развиваться, развивать свое дело и вообще заниматься бизнесом, потому что подавляющего большинства девочек это либо свое дело, либо увлечение, которое приносит доход. Вот. То есть мы-то не говорим, что она должна быть зарегистрирована. И мы поняли, что мы элементарно можем друг другу помочь, рассказать в социальных сетях про себя и про подругу, объединиться, сделать общий буклет, кто-то разложит на витрине свои визитки, свои тоже девочек, например. И мы понимаем, что на самом деле это будет здорово. Это помощь бесплатная, мы встречаемся, общаемся, сейчас придумываем разные проекты, и слава богу, у всех благосостояние и блеск в глазах растет. Ну я так вот зашла на как раз-таки встречу вашу сегодняшнюю, которая у вас намечается в 45 дней проекта. И смотрю, каждый день девочки пишут, какие-то списки там встала, сделала зарядку, сходила в магазин. Я не знаю, там, допустим, купила это, приступила к этому. Болели вы там все, я знаю, дружно, грипп всех немножко подкосил. Что вообще это за проект? Я не знаю, кто может рассказать об этом? Людмила, может, вы возьметесь за такую вот миссию? Что это такое за проект, как вообще к нему пришли? Почему такие цифры, такие цели? Да, конечно. Ну, в принципе, идея проекта не нова, она, проект уже существует в Европе, в разных вариациях. Мы взяли эту идею, решили, что она достаточно интересна, и что она нам по тематике подходит, и охота, на самом деле, девчонок как-то подстегнуть, достижение цели. И, во-первых, поставить эти цели для себя, потому что это важно понять, что ты хочешь сделать, и дать какой-то определенный промежуток времени, что ты ограничен, и каждый день ты должен двигаться в этом направлении, что-то делать. И еще такой подстегивающий стимул, что ты каждый день должен заходить в группу и писать о том, что ты сделал. А если ничего писать? Ну, значит, заходишь и пишешь, я сегодня ничего не сделала. Стыдно, стыдно там. Стыдно, да. Поэтому ты целый день на подкорке, у тебя идет такое понимание, а что же я сегодня сделаю по этой цели, по этой цели, потому что ты знаешь, что вечером ты зайдешь и должен будешь что-то написать. И не придумать. Да, да, и получается, что девочки постоянно работают над этим. И очень много уже достигли. Несмотря на то, что прошло всего половина проекта, уже достаточно много достигнуто, часть целей там выполнена. Кто-то переосмыслил свои цели, решил, что на самом деле им это неинтересно и не важно, но я пойду в другом направлении. Это тоже очень важно, понять, куда ты идешь. Вывод такой, да? Ну вот я хотела, Катя, у вас какие были пять целей? Можете хотя бы как-нибудь обозначить? Ну, конечно, я их помню, ежедневный отчет. Первой и главной целью я для себя поставила сама определиться в профессии. Потому что то, чем я занималась в предыдущие 10 лет, меня совершенно больше не интересует. К тому же сменилось семейное обстоятельство. У меня трое детей, и я не могу посвящать себя весь день работе, я должна быть с ними рядом. Вот из этого как бы возникли мысли. Понять, кто я вообще. Понять, кто я, да. Человек на самом деле на каком-то этапе задает себе вопрос, кто я на самом деле, и чем мне заниматься дальше. И первые шаги в проекте были как раз ежедневные мысли. Девочки, я ничего не делала, я сегодня мыслила. Сегодня подумала, заняться ли мне шитьем. Достала швейную машину, посмотрела на меня. Походила вокруг нее, да? Походила, да. Купила журнал «Шитье». Что-то не шьется мне. Потом думала, может, мне заняться еще чем-то. И вот так постепенно, но на взгляд девочек быстро получилось такое вот, что обстоятельство, что и муж понял, что он тоже хочет как бы ближе быть и ко мне, и к детям. Он за это время успел уволиться, купить станок. И вот у нас начали рождаться такие вот подобные вещи. Мы создали артель. Дерево обрабатывающие. Артель называется «Чудо-дерево». Здорово-то как. Вот. И, в общем-то, все, что связано с деревом, сам материал сначала был как бы истоком вот этого. Теплый. Да, приятный, теплый. И деткам, в общем-то, с ним приятнее общаться. Еще издавна детские игрушки деревянные были. Он, в первую очередь, он начал делать. Это я, как уже его муза, как помощник и менеджер, потому что он взял на себя задачу изготавливать все это. Работу руками. Работу руками, да. Но он не хочет заниматься вот пиаром, он не хочет заниматься рекламой, общаться с людьми, тем более это больше женская часть населения, которая с детками. Принесли мамонта, а у женщин решает, да? Да, да. И вот-вот, в общем-то, мне пришлось и взять на себя задачу второй половины и... То есть у вас теперь такая вот артель, которая изготавливает всякие приятности, как бы из дерева в том числе. Что-то вы, я так понимаю, продаете, да? Это приносит доход. Оно как-то само по себе пошло, потому что начал делать он для детей, конечно, в первую очередь, игрушки. А можно мне вот этого вот прекрасного оленя? Это у нас ключница. Ключница? По совместительству мы так решили, что это будет ключница. Друзья мои, какой прекрасный подарок можно было на 23 подарить. Ой, прелесть. Ну, оно, кстати, все это, я так понимаю, да? Это разборный конструктор, в принципе, да. Это можно дарить в качестве заготовки конструктора, и детки могут сами творчество проявить. Вот жили люди, жили, да, даже не думали, что могут чем-то таким заниматься. Так, и какие-то цели, вот, я не знаю, уже осуществились? Ну, вот определиться, мы вроде как определились, и это на самом деле очень важно, это была самая важная цель, потому что у нас последние полгода было вот это вот, все мысли занимало, чем же нам заниматься дальше, и чтобы это приносило удовольствие, доход, и чтобы это участвовали в этом дети, потому что они принимают участие, в общем-то, с идеями выходят, и так далее. Вот эта цель осуществилась, но еще есть четыре цели, которые также, они были поставлены, тоже исходя из вот желаний, это самосовершенствование в духовном и физическом плане, то есть тоже, я считаю. И вот, в принципе, те самые записи девочек, я сегодня, значит, гимнастику, у меня тренажерный зал, сходила потанцевала, ничего не ела, и вообще я молодец. То есть это вот, в принципе, тоже вас поощряются, да, такие записи? Да, да, да. Ну, это важно, да, это же преодоление себя. Да, самое главное, что девочки поддерживают друг друга, там есть, конечно, некие моменты, что ай-яй-яй там, да, но, тем не менее, поддержка, какое-то обсуждение все-таки есть. Сколько у вас в проекте? У нас было 22 изначально, сейчас 20, потому что двое, они исключены из проекта, из-за того, что они пропускали. Ага. А одно из правил — это писать каждый день, неважно, дело ты не делал. Первое правило нашего клуба — никому не рассказывать про наш клуб. Вот, в проекте должны участвовать те, кто пишет каждый день. То есть это у вас такое условие было? Да, условие этого проекта вообще, в принципе, в мире. Он вот на этом завязан. Хочешь, не хочешь, пиши, рассказывай. Так, друзья, ну что, у нас тут мамочки, не мамочки, разные прекрасные женщины, профессии женщины. А что может быть важнее для женщины, чем ее дети? Так вот, дорогие зрительницы или даже зрители, предлагаем сейчас вам поиграть с нами и выбрать удивительный подарок для своей маленькой крошки на 8 марта — спектакль «Пчелка Майя». Вот такой вопрос у меня для вас, коварный. На какую ноту жужжат пчелы? И вам несколько вариантов ответов. Звоните, если угадаете. 202-11-22. Ждем ваших звонков. Ну так вот я еще хочу Наталью узнать. Наталья, у нас молодая мама. У вас какие цели? Изначально, когда девочки только создали этот проект, они приглашали всех, и я когда прочитала, я подумала, нет, это не мое точно, ну мне совершенно некуда, некогда. У меня двое совсем маленьких деток, и я не успеваю с ними. Наверное, каждые так думали. И столько у меня задач, и мне хочется и повязать, и пошить еще успеть. Где же взять время? А потом, как бы эта мысль из головы не уходила, и я подумала, а почему бы мне то, что я не успеваю взять и поставить целью? И это будет как раз как мотивация, наконец-то, их сделать и достичь. И я сказала, ура, девочки, я решилась. И когда мы уже, проект запустился, буквально через несколько дней, мне девочки предложили стать куратором этого проекта. Чем я вот... То есть дополнительная нагрузка еще нашла? Так. И я думала, ну почему бы нет, это, наверное, так легко, ну проверить, все ли написали отчеты. Думала Наташа тогда, в самом начале. Да. Казалось, это совершенно непросто. Во-первых, это занимает очень много времени. Во-вторых, проникаешься к каждому человеку, читая отчеты девочек. Мы уже как одна большая семья, мы уже друг за другом переживаем, болеем. У нас, например, Яна меняет работу, мы там все держим за нее кулачки, советы. Катя вот когда запускала, мы там, а попробуй, например, вот такую идею, вот такую. То есть мы все друг другу помогаем. Сложно еще в том плане, что практически все молодые мамы, у нас есть детки, которые могут заболеть, а у нас есть какие-то сложности, и не каждый день получается писать. Хотя у нас строгое требование. Не дня без строчки. Но получаются такие моменты, когда человек там не пишет, и мы созваниваемся, и что делать. И тут играет человеческий фактор. Ты понимаешь, что и поддержать надо, и с другой стороны есть правила. И вот на этом этапе мы пока обсуждаем, что делать. Потому что на словах это было одно, на деле мы сейчас столкнулись вот с такой проблемой. Но я думаю, что все это в процессе. Мы только начались, и, возможно, какие-то будут у нас новые правила. Все это будет обсуждаться, все это будет расти. И сейчас у нас такой вот пока он сыроватый проект, хотя плодотворный. Конечно, 45 дней, еще впереди 45 дней, о которых вы тоже, я надеюсь, мне сейчас расскажете, что будет впереди, и когда у вас тот самый день Х, и что будет, собственно, именно на этот день. А у нас звонок есть, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Оксана. Оксана, очень приятно. Оксана, не было ли желания когда-нибудь, я не знаю, предпринимательством заняться, я не знаю, как-то что-то развивать в своей жизни, менять, ставить цели? Ну, конечно, были, пытаемся достигать. Понятно, ну что, давайте отвечать на вопрос, на какую же ноту жужжат пчелы? Я думаю, на ноту Си. А почему вы так думаете? Ну, не знаю. То есть, да, они не могут жужжать? То есть, они так на Си, тихонечко себе, да? Ну, ладно, это правильный ответ, я думала, с первого раза не угадаете, но все же правильно, забирайте свои пригласительные на спектакль «Пчелка. Майя». Спасибо большое. Ну, так когда у вас день Икс? День Икс у нас 19 апреля, когда оканчивается проект. Сегодня, да, половина, сегодня мы идем праздновать с девочками в баню, забудем все цели, главное потом вечером написать, где мы будем что делать. Вот, 19 апреля, да, мы соберемся тоже, это будет какое-то, я думаю, большое такое событие для нас. Выпьем вина. Понятно, но какие цели, я не знаю, может быть, в большей степени преобладают, вот, что хотят женщины? Что хочет женщина? Женщина хочет быть здоровой и стройной, мне кажется, у нас у всех такие цели есть. Это всегда что-то связано с бизнесом, как правило, либо со своей работой, которая приносит удовольствие, и вот в этом хочется тоже двигаться, в этом направлении. Это творчество, это семья, и пятая цель, она у всех разная, не могу сказать, девочки. Они же какие-то самые, которые казались, ну, нереальные цели, а тут бац, человек-то двигается, двигается, двигается. Что-нибудь такое приходит на память? Мне кажется, для каждого человека поставленная цель, она универсальна и очень важна. Поэтому, например, бросить курить, вот у нас Диана, вот две недели, как она уже совершенно не курит. То есть для кого-то, может быть, это мелочь, а для кого-то, да, это большое достижение. То есть... Неожиданное открытие просто, когда ты вроде, когда их ставил, приоритетными были одни, выполнимыми другие, и, а когда это на практике начало осуществляться, все совершенно иначе, и так вообще интересно, и жизнь стала интересной. Вот как Наталья говорит, как вернулись мы в студенческие годы. Все так бурно, весело, активно, и вообще помолодели как бы. Ну, вот этот вот клуб, профессия женщина, кто в него может попасть? Может, какие-то есть условия, я не знаю, кастинг у вас какой-то еще? Ну, кастинга у нас особого нет. Попасть туда может любая женщина, именно женщина. Мама? Мама, не обязательно, то есть кто-то там находится в процессе или хочет в будущем стать мамой. У нее должно быть свое дело, либо увлечение, которое приносит деньги. У нас есть анкета, где есть два вопроса, я считаю, самых главных, это какая помощь нужна тебе, и чем мы можем тебе помочь. Эта анкета присылается мне, на наш адрес, и потом выдаются клубные карты, а по ней каждая девочка, каждый участница клуба дает какие-то скидки, бонусы, что-то такое, и поэтому мы все друг другу в этом помогаем. То есть вы, в принципе, такая банда уже, команда. Я очень надеюсь, что к концу проекта у вас все-таки останется так же, 20. Ну, к концу проекта, да, 20. 20 это проект, а клуб у нас больше всего. Я именно вот про проект говорю, что никто больше не выпадет из вот этого вашего такого поля, мне кажется, очень интересного, энергетически такого вот настроенного, заряженного. Как, я не знаю, мужчины-то реагируют, например, на все ваши вот эти, я не знаю, какие-то ежедневные записи, ваш этот вот цейтнот, боже мой, 43-й день, я еще ничего не успела. Как вот они реагируют? Подтрунивают? Мужчинам нравится, но я могу судить по своему мужу, потому что, и вот как Катя писала тоже, они приходят, да, они заходят вечером потом в нашу группу, читают наши отчеты, что произошло за день. Не написал ли кто-нибудь про меня? Вот, и это тоже налаживает взаимоотношения в семье, в плане того, что человек, с которым ты постоянно рядом, он про тебя в какой-то момент больше знает в этот момент, и, скажем, подстраивается и старается помочь в твоих целях. Какие-то проблемы, может быть, есть, о которых ты ему не сказала, но написала, да, и он так вот, ага, надо вот тут вот, может быть, как-то помочь, как-то вот подсказать, как-то подвинуться, может быть, что-то предпринять. Ну, вот такие они, наши сегодняшние участницы эфира. Осталось у них 45 дней. Если вам интересно, заходите в группу, смотрите, принимайте участие, вступайте в клуб, и я надеюсь, что профессия женщины для каждой будет такой, что она будет приносить счастье, удовольствие и, конечно же, новых друзей. Вам спасибо, что пришли, вам, друзья, хорошего весеннего настроения. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok